МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Ихнатенко. Глядите ухэтым выпуску. На контроле улады. Середняя школа в 21-м микрорайоне Гомеля будет сдадена у эксплуатацию в запланованные термины. Допамога людям, не глядячи на обставины, как працуют социальные работники Добрушского района в умовах пандемии, доведалась наша здымочная бригада. WorldSkills – Беларусь. Четвертый конкурс профессийного майстерства пройдет с 15 по 18 вересня. Зона комфорту. У Палацу Румянцевых и Паскевича можно познайомиться с новым выставочным проектом. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Ситуация на споживецком рынку и пытанницы на утворение сегодня стали темой обмеркования у Палацы Незалежности. Так, дефицит у магазинах нема ни по одной группе товаров, доложил президенту профильным министрам. Керавника державы цікавил прогноз развития споживецкого рынку. Прогучало доручение звернуть пильную увагу на продукты першой необходности и социально значные товары, без яких люди обыстись не могут, особенно в умовах эпидемии. Постоянный мониторинг цен и при необходности их регулирования неухильное потребование Александра Лукашенко. Мы не должны созерцать и спокойно наблюдать за тем, где необоснованно растут цены. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, исправлять ее. Не надо тут рассуждений по поводу, что рынок все отрегулирует. Ну, мы уже с вами люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все регулирует. И не всегда. Но сейчас случай особый. И посмотрите, очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли. Россия, по-моему, даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок, уже не пускает дизельное топливо, бензины. Вот вам и весь рынок. Что касается цен на продукты харчавания в Беларуси, то у красавику они подросли крыху большим на 1%. Это сезонное повышение. В целом же с початку года этот рост заповолился. Средняя школа в 21-м микрорайоне Гомеля будет сдадена в эксплуатацию в запланованные термины. Об этом наши телерадиокампании поведомили в будовничном тресте номер 14, который занимается изведением объекта. Увага до этого тем больше значна, что в этом микрорайоне сейчас нет неводной школы. Сегодня ходом работ потекавилися наши корреспонденты. Увагуле среднюю школу в 21-м микрорайоне почали будовать еще в 2012-м. Але празд два года работы спынились в связи с отсутствием финансования. За этот час поспели заработать подмурок и узвести частку стен. Обновление работ садейничал сворот Гомельчан до президента подчас его леточной великой размовы. После проведения экспертизы объекта сюда снова пришли будовники. Причем у першопочатковый проект унесли некоторые изменения. Теперь у школы будет уластный бассейн и особный будинок для группы подолженного дня. А прошатого тут продугледжены система видеоназирания и безбарьерная сародзе, что день на объекте працуют больше, как 350 человек. Работы ведутся круглосуточно. На сегодняшний день мы уже переходим на двусменный режим работы. Круглосуточно они были обусловлены сжатыми сроками именно строительно-монтажного цикла. Как вы видите, он подходит к концу. Мы переходим в активную фазу строительства ввиду отделочных работ, специальных работ и комплектации классов техническим оборудованием. То есть парты, компьютерные классы и все остальное. Будовництво средней школы в 21-м микрорайоне Гомеля на постоянном контроле, причем на самых розных узровнях. Объект, постоянно наведывая старшиня облвыконкама, працавники областного управления аддукацией, областного управления капитального будовництва. Сгодно с техничным пашпортом школа повинна быть сдадзена в эксплуатацию в мае наступного года. И покуль нема никаких подстав казать обмахчимости порушения гэтага термина. Так больше, что значных зауваг до работы будовников не продъявляется. Усё выращается у рабочим парадку. Объект очень интересный, объект очень серьёзный, объект очень ответственный. И если даже возникают какие-то нюансы, какие-то вопросы, связанные с проведением подрядных работ, они очень быстро нашими специалистами, совместно с Трестом тут же разрешаются. И мы, в общем-то, нормально движемся вперёд. Пандемия коронавируса унесла свои коррективы у звыклая житё наших агроматства. Многим предприемствам и установам пришлось измянить режим своей працы. Гэтатычыца и территориальных центров социального обслугования насельництва. Дмитрий Котов наведал Добружскую установу и убачил, как социальные работники ожидаюляют свою деянность в новых умовах. Сегодня в установе не шматлюдно. Наведывальников в день приходить вельми мало, але усе супрацовники на своих местах. В этот час их праца набывает ещё большую значность. В отделении дённого знаходжения для инвалидов творчую активность не припыняли, а просто со звыклых кабинетов перейшли на просторы интернету. Живые износины вяд дома скайп не заменить. Однако у якости часовой меры это лепшая альтернатива. Большинство ребят остались дома. Родители решили, что так безопаснее для них и в целом для общества. Один человек нас посещает, потому что мама не может оставить его дома, она работает. Но ребята очень сильно скучают. Для них это как второй дом. И поэтому мы решили организовать работу онлайн. Мы встречаемся каждый день. Работа бывает групповая, когда мы устраиваем конференции. И работа индивидуальная, когда мы один на один какие-то задания даём. Мы верим в то, что всё это пройдёт, и мы вернёмся к обычной жизни. Мы будем посещать различные конкурсы, фестивали. Уличивая, что в центре уже давно научали компьютерной грамоте, и эта послуга была довольно запотребованная, переход в режим онлайн для наведывальника установы не стал складанной задачей. Так, ещё Никита должен к нам присоединиться. Так, ждём ещё. Таня где-то появится. Не покидают без уваги и пожилых громадян, особливо от их, кому тяжко самостойно выезти в магазин. Супрационники центра загодя потелефоновали людям, плюс поведомили насельницу про размясцовую газету об наявности новой послуги. Нам звонят или по телефону, или по скайпу. Человек говорит, что ему нужно или продукты питания, или медикаменты. Мы составляем списочек приблизительно, что они хотят. Здравствуйте. Добрый день. Приятно слышать вас. Вы наше очень, Максим. Спасибо большое. Как ваши дела? Да, как на сегодняшний день. У нас всё хорошо. Да, хорошо. Да. Нормально. У меня тоже очень хорошо. Замечательно. За час основания послуги поступило больше, как 70 заявок. На протягу некоторых хвилин специалист записывал все пожадания на конт продуктов, альбоне обходных медикаментов. После обмерковывается зрушный час доставки. Социальный курьер обовязково выкористовывая сродки индивидуальной обороны. Спасибо вам, что есть. Спасибо, что существует такая организация в Добруши. Можно позвонить. Вот пенсионеры, я знаю, что многие уже знают ваш номер телефона, что обращались уже. Я знаю, что наши пенсионеры, наши заводы пенсионеры. И спасибо за то, что вы всегда можете выполнить то, что мы просим. А еще у Добрушским районным центры социального обслугования имкнуться, да помогшие медикам. Уже омаль два месяца и пять супрацовников установы займаются пошивом масок на рукавников и бахилов. Сродки обороны робят и для членов своего коллективу. Минут, может, десять. Раскрой. То есть, вот раскрой. Потом мы ее немножко формируем. Берем. Делаем небольшие такие защипы. И застрачиваем. То есть, застрочили резиночки или веревочки сделали. И уже она и готова будет. Вклад, я думаю, мы вносим, помогаем, как можем. То есть, вот таким хотя бы способом. Необаяковость до чужой беды и жадание працевать на корысть громадства. Их призначение да помогать людям, не глядяши на обставины. Из этой задачи коллектив установы, что день справляется навыдатно. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Добруша. Начальник Головного управления ховы здоровья Гомельского облывы канкама Миколай Кудянчук проведе промует телефонную линию для медработников и пациентов. Керавника цикавить забеспеченность медицинских установ сродками индивидуальной обороны, величиня и механизм установления надбавок за працу во умовах инфекции, а так само факты порушения у обслуговуванні и ляченні пациентау. Звонки по номеру 33-12-37 будут приматься 28 мая с 14 до 16-1. Находаем, у Головном управлении ховы здоровья с 9 ранец до 17-1 по буднях Деничая и иншая гарачая линия, на якой дежурать специалисты. Нумер телефона 50-32-04. Чыгуночные шляхи небеспечная зона. Напереда дні школьных летних каникулах белорусская чыгунка звертается до усіх школьников и их батьков с просьбой выконвать правилы безпеки при знаходженні на гэтаї тэрриториі. Нельга пакідаць дзятей адных і дазваляць ім гуляць каляць чыгуночных шляхоу, якія забороняецца пераходзіць перед надыходзіцьм тягніком, кідаць ёго камяні, скакаць з платформаў, падлазіць падрухомы состав, клацці на рейкі старойнія прадметы, карыстацца паблізу чыгункі навушніками і размовляць па мабільным тэліфоні. Адна з мер прафілактикі мабільны дадатак беражыся тягніка. З ягода памогай блокіруецца увесь медай контент на смартфоні дзятці при набліженні яго дачыгуночных шляхоу, а таксама прыходзіць опавященні батькам. Чацьверты конкурс прафісійного майстыраства Волтскілз Беларусь пройдзе з пятнадцатага па восемнадцатая верасні. Пытаньні пра перанос мероприємства па падрыхтаўцы і правядзенні рэсппабліканскага этапу было разгляджена на пасядженні архкомітета. Вызначэны піралік профкомпітэнцій. Сьоліта іх будзе сороксем. З'явятся чатыры новая. Гэта распрацовка мабільных дадаткаў, акватроніка, поліміханіка і аутаматызация, а таксама ювілірная справа. У палаца Румянцевых і Паскевичаў можна пазнаўміцца з выставачным праектам «Зона комфорту». Йон расказывая про тое, які способы адпачынку были распаўсюджаны ў розны гисторычны часы. Проект ўключая каля трёхсот экспонатов с фондов музея. Их працтавіли ў трёх залах. Першы прасвятили самому распаўсюджанному виду адпачынку сну. У другім можна доведацца, як наші проткі займалися спортом, рукоделем, проводили час на природі, абочы тали. А поззний зал знайоміцца с такім цікавым заняткам, як колекционіровання. Наш выставачный проект «Зона комфорта» о бодрствованній і сне, о хобби, о различных развлечениях. Это і современность, і история. Это то, как наші предшественники отдыхали, посещая балы і рестораны. Как в советское время займались настольными іграми і рукоделіем, і то, що можна, очевидно, современному чоловіку іспользоваць і посвятіць своє свободне время для того, щоб розвиваць свої способності, мож можнасті і творчіскі таланты. Экспозиція охопливая переда от конца 19-го до конца 20-го стагодзеў. Міновіто тады вольны час вылучыўся у особнае панятие, і чоловік став отделять яго ад працы і бытовых заняткаў. Так, напрыклад, у 19-м стагодзі популярними стали грацкі святы, проведення балів і інші масові мероприємствы, куды жадаючі могли набыць квіткі. Потім у свеці з'явілася шмат новых видів, як пасівнах, а так і актівнах адпачынку для людзей рознага взросту і соціяльнага статусу. Гэты, а так само інші новіны, інформацію об проєктах телерадиокампании Гомель, вы можыця знаісті на нашім сайті у інтернеці по адресі www.tvrgomil.by На гэтым випуск завершений. Усяго вам самого доброго і до нових зустріч у ефірі. Де-факто на телеканалі Беларусь-4 в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Занесло на повороте в Светлогорском районі госпіталізірован водитель автомобіля Вольксваген. На закруглении дороги, которое местне называють чертовым поворотом, мужчина потерял управление і съехал в кювет. Пассажир иномарки выбрался із салона самостоятельно і вызвал екстренні служби. Водителю понадобилась помощь. Із машини його извлекали спасатели, котрым пришлось воспользоваться для этого специальним гидравлическим інструментом. С травмами различной степени тяжести мужчина госпіталізірован. Примечательно, що раніе на этом участке дороги произошло смертельное ДТП. А накануне учудил водитель такси. Мужчина отправился в полет с перо на железнодорожной станції Зябровка і выскочил прямо на рельсы. Як сообщили в ГАИДу, 29-летний мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Машину он разбил, а сам не получил царапины. В госпитализации не нуждался і отказался проходить медицинское освидетельствование. Два пешехода пострадали за минувшие сутки на дорогах в Гомеле. І в обоих случаях причиной наезда стало движение на красный сигнал светофора. Предварительно установлено, что сначала правило нарушила и перебегало улицу Ильича на красный свет. А позже под колеса легкового авто попал молодой человек. 24-летнего мужчину сбила девушка-водитель, которая, по предварительным сведениям, на Реческом проспекте проехала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД задержали четырех жителей Минска, которые оказались причастны ко взлому компьютерной техники в городе Речица и похищении денег со счета организации. Получив удаленный доступ к системе клиент-банк, а также воспользовавшись тем, что в USB-порт был вставлен ключ электронной цифровой подписи, хакеры сформировали платежное поручение, которое направили в банк. После этого попытались перевести денежные средства организации в размере 98,5 тысяч рублей на счета подставной фирмы, специально созданной для этих целей. Но операцию по перечислению денег удалось приостановить. В бухгалтерии заметили несанкционированную отправку платежного поручения и обратились в службу безопасности банка. Сейчас задержанных проверяют на причастность к иным преступлениям. Чтобы не стать жертвой подобного рода преступлений, необходимо соблюдать следующее правило. В системе клиент-банк использовать USB-ключ только при осуществлении операций, после чего сразу его извлекать. Не открывать содержимое вложений писем электронной почты, полученных от неизвестных отправителей. Не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных пользователей сети интернет. Использовать антивирусные программы и регулярно их обновлять. Необычная история и тоже из Речицы. Местный житель устроил ловушку для двух домушниц. Вышло это совершенно случайно. Мужчина пришел в гости к своей 77-летней тете и через окна увидел, как две женщины неславянской внешности в перчатках обыскивают шкафы и перебирают вещи. Стало понятно, что хозяйки рядом нет, а дома обворовывают. Тогда племянник запер входную дверь и вызвал милицию. Оказавшись в западне, налетчицы стали уговаривать их выпустить, но мужчина был непреклонен. Подельницы 26-38 лет оказались жительницами близлежащих деревень. Одна из них судима. Когда женщины пришли к потерпевшей, она спала, а дверь оказалась незапертой. Фигурантки спросили, есть ли кто в доме, но не дождались ответа и начали обыскивать жилье. За этим занятием их и застал приехавший племянник хозяйки. Сама она проснулась только от разговора подозреваемых с мужчиной. Уловом задержанных едва не стали серебряное кольцо, наручные часы и продукты. Следователям дана правовая оценка их действия. Возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. Была предпринимательская жила. Сотрудники милиции призвали к ответственности еще одного нелегального скупщика лома черного и цветного металла. Оперативники нашли во дворе у предприимчивого гомельчанина более пяти тонн чермета и около ста килограммов меди, латуни и алюминия. Ранее не судимый хозяин скупал это добро у населения и выгодно перепродавал по цене официального заготовителя. Стоимость изъятого металла составила 712 рублей. Начат административный процесс. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Ничья в областном дерби состоялись матчи шестого тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Гомельский локомотив на своем поле встречался с речицким спутником. Обе команды в числе лидеров турнирной таблицы. Железнодорожники с первых минут взяли инициативу в свои руки, что быстро вылилось в забитый гол. На 21-й минуте точный удар выполнил Сергей Бондаренко. В конце первого тайма случился один из ключевых моментов. Хозяева остались в меньшинстве. Владислав Лях был удален за две желтые карточки. После перерыва, пользуясь численным преимуществом, спутник завладел инициативой. Защита локомотива терпела до 75-й минуты. Евгений Никитин сравнял цифры на табло. Футболисты спутника были не против в концовке и вовсе вырвать победу. Однако железнодорожники им этого не позволили. Итог 1-1. Дерби как дерби. Обычно такая игра. Понимаешь, какой градус игры. Понимаешь, какой соперник. Ну, соответственно, то, что много чего планировали, много не получилось. Ну и, конечно же, могу поблагодарить ребят, что все-таки в такой непростой ситуации они до конца верили, что могут не только в ничего сыграть, но и победить. Два тайма было. До удаления и после удаления. До удаления полное наше преимущество. Мы должны были забивать четыре. Да, не реализовали. Считаю, что полностью переиграли спутник. Вот. Во втором тайме парни молодцы. Да, чуть-чуть не дотерпели. Футбольный клуб Гомель в шестом туре дома переграл Пинскую волну. 2-0. Светлогорский химик на выезде уступил Оршин. 0-4. В турнирной таблице локомотив на третьей строчке, спутник на четвертой. Гомель занимает одиннадцатое место, химик – четырнадца. Лидер – Сморгонь. Во второй лиге сыгран пятый тур. Миллиоратор единолично возглавил таблицу в группе А. Житковическая дружина крупно обыграла «Чайку» из зеливы 5-0. Группу Б возглавляет еще один представитель нашего региона Петриковский шахтер. Горняки обыграли в пятом туре гомельский бумпром 3-1. Гомельчане на третьем месте. В еще одном областном дерби Рогачевский Днепр был сильнее Жлобина 4-3. Рогачевские футболисты в таблице на восьмом месте Жлобинчане на девятом. Определена символическая сборная четвертьфинального этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу место в воротах занял голкипер Гомельского ВРЗ Юрий Дегтяренко. В противостоянии со столичным дорожником он отметился надежной игрой на последнем рубеже и забитым голом. В числе полевых Олег Еремин из БЧ в серии против Гродинского ВД Динамо у игрока в активе гола результативная передача. Также в числе лучших Сергей Дядечкин из Витена Николай Грицина из столицы и Дмитрий Шимановский из УВД Динамо. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова